Я Хныкин Владимир Николаевич, живу в городе Черногорске уже 1976 года. То, что сейчас происходит на шахте Хакасская, считаю, это просто очередная трагическая страница, потому что в городе позакрывались уже практически абсолютное большинство предприятий. Черногор стал спальным городом. В данное время разрушен комбольно-суконный комбинат, разбирается здание фабрики ПОЖ, в городе практически негде работали. Считаю, что вот в этом случае должны свое слово сказать в первую очередь администрация города, которая не должна проходить мимо таких фактов, и администрация республики принять все меры для того, чтобы это предприятие продолжило существование. И пусть вспомнят о судьбе шахты Енисейская, которую тоже так спустя рукава спустили, а в итоге шахта оказалась затопленной, а город потерял несколько сотен рабочих мест. Вот такая вот проблема. Я Мазаков Андрей Николаевич, проходчик 5-го разряда. Работал на шахте Хакасская. 11 августа сокращен. Сокращение происходит на шахте по 49 человек, так как руководство шахты не делает массовое сокращение, делает по 49 человек. Это не является массовым сокращением. И если сейчас август месяц, в сентябре месяце будут сокращаться проходчики 5-го разряда, что ведет уже к сокращению проходческого участка, и будущее шахты уже неизвестно. Компания СУЭК и также ее руководство, они не говорят нам ничего, что будет дальше. Вот таким способом сейчас будет безработица, стоим на бирже труда на данный момент. Сидим без работы, да? Сидим без работы. У нас семьи, ипотеки, кредиты у людей. Ничего не говорят, ничего не обещают. Ничего не говорят, ничего не обещают. Сократили людей и никакой судьбы нет. Предлагают профессии отучиться на бульдозеры, на экскаваторы. Ребята ездят на разрезы, спрашивают также у начальства, на который участок они предлагают потом в будущее перевестись. Они говорят, ну и отучитесь, а дальше работа вам не будет предоставлена. Три-четыре. Ладно. Собаев Владимир Петрович, работаю на шахте Хакасская в качестве комбайнера 5-го разряда МГВ. В данный момент нам выдали бумаги на сокращение 14 октября. Пауза, пауза. Что дальше, что потерялись? Да, да, что? Ну, как бы все, что там добавить еще можно? Ну, вы-то что, у вас есть какие-нибудь требования? Вы что, пожелания? Трибуни, как бы у нас шахты не забывали. Так вот это и скажите. Возобновили рабочие места. Шахтеры, хотим, чтобы возобновили наши рабочие места. Никто не попал под сокращение и прочее, прочее, прочее. Восстановили в работе. Мы же, шахтеры, хотим, чтобы нас восстановили в работе. Вот, все, поехали? Вот, мы шахтеры, мы, как бы, наши претензии к СУЭКу, хотим, чтобы наш участок по новой возобновили в работе. Потому что у нас кредиты, ипотеки, семьи. А в Черногорске работы, так как не найти, высоко оплачивая, как на шахте. Пауза. Наши требования к СУЭКу, хотели бы, чтобы нас восстановили на рабочие наши места. Так как в Черногорске наша специальность очень низкая, и нам работать негде по такой специальности. Желаем, чтобы нас восстановили. И чтобы шахту не закрывалось, восстановили проходческий участок на шахте Хакасской. На данный момент, если СУЭК предоставляет работу, то служба безопасности СУЭКовская, она не пропускает этого человека. Так как люди, были такие случаи, что судились с СУЭКом, отказывались от командировок. И на это поставлено уже, люди записаны как в список какой-то. И получается, служба безопасности СУЭКа, она этих людей вычеркивает и не допускает к работе. СУЭКа, она этих людей вычеркивает и не допускает к работе. СУЭКа, она этих людей вычеркивает и не допускает к работе. СУЭКа, она этих людей вычеркивает и не допускает к работе.